Всем привет! С вами Ирина. И в этом видео я вам снова покажу свою орхидею Ирэн Добкин. Потому что опять про нее очень-очень много пошло вопросов. Что же я все-таки делаю, какие я там секреты утаила, ну и так далее и тому подобное. Ну так вот, хочу показать вам свое растение, как оно чувствует себя на сегодняшний момент. Во-первых, мы очень классно подрастили листик. Вы помните, что листик был у меня немножко меньший. Сейчас растение стоит здесь в тепличке, под фитолампой. Растению я так смотрю, что нравится и все у нас получается. Корешков у нас достаточно много и корни стали разрастаться по всему-всему горшочку. Это тоже очень даже радует, что наши корешки пошли уже даже в самый низ горшка. Я думаю, что вы помните, что корней было не так уж и много, потому что растение у нас было в маленьком горшочке посажено, да, в амхе. Вот, а здесь я уже пересадила растюшку в 12-й горшок. Мы заполняем постепенно корнями горшок и растение чувствует себя отлично. Очень мне хочется вам показать, но не очень, к сожалению, видно, как на корешках такой образовывается. Ну вот видно прям, ну такие вот устица, да, словно такой ворс беленький. Ну и сейчас не видно, потому что вот здесь вот на этих вообще-то мне как бы хорошо видно. Камера, возможно, этого всего не передаст. Вот, и мне недавно девушка написала, что она оценила, что такое микориза и какие микоризы дают хорошие результаты. Вот, дело в том, что после применения микоризы на корнях орхидеи появляется словно такой белый пушок. Вот, вот этот пушок, это как раз таки и есть вот эти вот устица, да, такие они очень-очень маленькие. И, кстати, недавно тоже мне девушка писала, что это такое у нее белое на корнях. Она пробовала счищать это щеткой и у нее не очень, ну как бы не очень получилось. Ну, ребят, во-первых, такое не счищается. Это такие, ну еще устица на корнях, да, то есть вот когда корни покрыты таким светлым. Ну, ну такое ощущение, что это какой-то налет, но если мы возьмем даже лупу, да, и приблизим, посмотрим, то это словно такой маленький мелкий-мелкий ворс. Вот этот вот мелкий-мелкий ворс, он позволяет растению намного лучше впитывать тоже удобрения, когда мы удобряем растение, да, то есть все микроэлементы растения получают намного лучше и намного больше. Вот, поэтому, конечно же, естественно, что эта орхидея пошла очень хорошо в рост, она шикарно просто адаптировалась, начала растить свой листик. Вот, так что растение, вы видите, чувствует себя абсолютно-абсолютно нормально, корни разрастаются, ну, результат, конечно, есть, и результат мне очень даже нравится. Так, и хотела вам показать еще вторую, Ирэн Добкин, она также постепенно приходит в себя. Я смотрю, что листик у нас также уже подрос, то есть вот он так же само, как и на моей вот этой орхидеюшке, да, пошел ровно-ровно так вверх, тянется к свету, потому что стоит под фитолампой, и этот же листик у нас делает то же самое, он сейчас пошел так очень хорошо в рост. Вот, корешки у нас, вы видите, проснулись, рост у нас корней пошел, единственное, что эта орхидейка, конечно же, просыхает намного быстрее. Полив был в один день, эти растения я поливала в пятницу, и сегодня у нас вторник, эта орхидеюшка вся еще мокренькая, а эта орхидеюшка у нас уже просохла. Я сегодня замочу мох и обязательно прикрою поверхность для того, чтобы растение немножечко держало влаги, да, чтобы влага не так быстро испарялась из корней, из коры, да, вот, чтобы растение было немножечко, все-таки корни немножко дольше держали свою влагу, потому что Ира и Добкин, они все-таки не любят сильных просушек, вот, они любят больше, конечно, влагу, но, тем не менее, это не означает, что их нужно просто заливать постоянно, и они должны быть постоянно мокрые. Нет, все-таки нужно дожидаться того момента, когда корни вот с такого вот мокрого станут вот такие вот серенькие, то есть они должны немножко просохнуть, но не до самого хруста. Но эту орхидеюшку мне в любом случае приходилось просушивать, потому что мы проходили целый курс лечения, все вот эти обработки, поэтому, естественно, она немножечко перенесла, пережила эти все просушки, но без просушек, увы, увы, никак. Я уже пробовала разные варианты и все-таки остановилась вот на своем вот этом методе, который, ну, мне очень нравится, и он действительно дает результаты. Поэтому в любом случае после любого лечения должна быть соблюдена просушка, то есть если мы хорошо просушим, соответственно, что это значит, что наше лечение даст хороший результат. Но если мы сразу будем проливать растения, мочить, естественно, что результат может быть не такой хороший, но, возможно, нужно будет повторить еще несколько раз такое вот лечение, обработки фунгицидами. Вы знаете, что я обрабатываю фундазол с фитоспорином, хотя мне многие уже писали, что я занимаюсь бредом, вот, но это мнение ваше, у меня мнение свое, я не буду абсолютно ни с кем спорить, я вам просто показываю результаты, что это действительно работает. Вот, так что орхидея приходит в себя. Мне очень нравится, что растение уже пошло в активный рост, буквально еще прикрыть мху и посмотрим еще один полив, сколько продержится у нас влага. Вот, ну и после этого уже можно будет эту орхидеюшку отправлять своей новой хозяюшке, она уже заждалась, очень давно хочет эту орхидеюшку, но я все еще, ну вот, когда я немножечко сомневаюсь, ну, мне проще немножечко, еще хотя бы недельку-вторую поддержать это растение у себя, вот, и когда я уже отправлю растение, я буду спать спокойно, что я отправила действительно здоровое растение, что у человека это растение будет просто уже нормально себе, свободно расти, вот, чтобы не было никаких нигде болячек, чтобы у нас нигде никакие пятнышки уже не вылазили. Вот, так что вот такие вот Ирэндопкины, красавицы, капризухи, каких многие называют, ну, они, в общем, не есть сильно капризные, если правильно все сделать, правильно провести обработки, просушки, вот, сложного абсолютно ничего в уходе за этими растениями нет. Самое страшное и самое вот такое, что может быть при покупке этих растений, все-таки, если это Азия, ребят, нужна нормальная адаптация. Если вы из Азии забираете, покупаете растения там, где высокая влажность, и сразу же ставите к себе на подоконник, где у вас влажность, ну, порядка там может быть 40%, да, то есть для растения в любом случае это колоссальный стресс. Вот, поэтому я стараюсь, чтобы у меня было здесь порядка 60% сейчас влажность, до 80% я влажность не поднимаю, потому что это, ну, еще, ну, как бы сложнее немножко, да, вот, поэтому пока что вот у меня здесь влажность 60%, растение очень классное, смотрю, что адаптируется при такой влаге, вот, и после этого, после 60% уже можно адаптировать к своим квартирным условиям, уже можно ставить это растение на подоконник, вот, и растение намного легче перенесет эту адаптацию, вот, так что, ребят, растения также переносят адаптацию, правда, у них это называется немножко по-другому, другим словом его очень сложно выговорить, поэтому я вам говорю простыми словами, что растения также проходят определенную адаптацию, вот, если у вас еще возникли какие-то вопросы, пишите, задавайте в комментариях, по возможности я обязательно постараюсь ответить на все ваши вопросы, ну, а я буду с вами прощаться, спасибо вам всем огромное за внимание, подписываемся на канал, ставим лайки, и до новых встреч, пока-пока!